здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала сегодня у нас в ремонте volvo xc90 не работа от панель приборов это частая неисправность таких автомобилей вот мы включаем зажигание загораться только чек машина заводится но ни один прибор не работает сейчас мы будем снимать приборную панель разбирать и будем ее ремонтировать снимается она вот таким образом здесь винтики звездочки двадцатка вот находятся здесь две штуки их дальше мы снимаем вот эту вот накладку она снимается без вопросов просто без винтов без всего вот она держится только на этом дальше мы дергаем на себя пластик весь вот он и вытаскиваем его наружу чтобы нам добраться до щитка приборов вот таким вот способом здесь открывается у нас вид на щиток приборов болтов у него 4 вот 1 2 и с другой стороны тоже самое еще два болта так звездочка также на 20 откручиваем нижние болты вот болтик такой вот он кладем сюда теперь откручиваем с этой стороны и вот щиток у нас в руках вот щиток приборов здесь только один штекер вот он зелененький нажимаем снимаем щиток и щиток у нас в руках так давайте мы откроем приборку значит здесь вот эти болты держат плату а эти уже держат плату от кожи все крышку можно снять вот такой вот щиток приборов с этой стороны выглядит он вот так теперь мы откручиваем саму плату вот так вот берем и вытаскиваем вот приборные моторчики у нас остались на месте а здесь у нас плата вот на плату вытащили делать подымать все вот эти три процессора пропаивать этот процессор и поставим мы попробуем что у нас получится я пропаиваю каждый элемент в этой приборке не только процессора но еще и вот эти элементы резистор и так далее так далее поэтому мы сейчас снимем радиатор под ним тоже находятся элементы которые необходимо пропаять вот мы сняли радиатор вот он как вы видите здесь тоже находятся элементы вот они и мы их тоже будем все пропаивать поскольку все элементы на плате залиты лаком нам нужно очистить от лака именно контакты этих элементов чтобы их пропаять использовать мы для этого будем ацетон вот такой вот выпускается он подмосковье ногинский район старая купавна на хим предприятий ацетон очень хорошая оттирает очень хорошо и самое главное не имеет такого резкого запаха так что вот рекомендую вот такой вот ацетон называется он профиль ну и дальше открываем баночку нашу и давайте мы ототрем элементы вот прямо так вот контакты которые будем пропаивать мы их очистим чтобы все это было у нас без лака и хорошо пропаялась вот так отмываем все без исключения элементы некоторые находятся не под лаком для пайки будем использовать низкотемпературный припой с содержанием серебра он мягкий и от вибрации деформации от нагрева также он не треснет обычно все дело в трещинах микротрещинах также использовать будем флюс вот такой вот перса он для пайки bga но он очень хорошо подходит для пропаивания вот этих вот элементов и вот таким вот способом мы начинаем это все пропаивать просто берем подносим припой раз быстро и надежно также флюс отмывки никакой не требует поэтому его можно не отмывать он даже еще лучше если его не отмывать он создает пленку и защищает места пайки ну так вот мы все пропаиваем полностью всю панель буквально все элементы без исключения вот такая у нас получается пайка вот так мы запаяли нашу первую сторону вот обратите внимание каждый элемент пропаян смывать флюс не нужно он создает защитную пленку так на его и оставляем переворачиваем и то же самое делаем здесь пропаиваем мелочь всю а затем будем заниматься уже процессорами на этой стороне будем пропаивать очищать плату не надо здесь она без лака вот единственное что нам нужно это вытащить лампочки дабы их не повредить когда будем феном греть процессор и пропаивать элементы фотографируем просто как они у нас стоят здесь лампочки разные синие черные и серые как мы видим это все надо запомнить какие куда идут ну в общем вот эти вот поворачиваем снимаем три лампочки синие серые можно не снимать где подсветка дисплея идет а черные вытаскиваем такие большие они различаются есть вот такие большие на габариты есть вот такие маленькие сигнальные тоже черные но вот такие вот причем пропаиваем мы не только резисторы и конденсаторы пропаиваем еще и все микросхемы делаем это всегда надежно начнем с микросхем прямо ведем вот так вот и пропаиваем все каждую ножку флюсерса способствует очень плавной и хорошей волне микроволне то есть можно просто вести и этот флюс заставляет и помощи поверхностного натяжения припою оставаться именно на контактах не растекаться и не слепаться в этом очень большой плюс эрсы вот нам даже долго застаиваться на контакте не надо все пропаивается припой у нас повторюсь серебром мягкий и легкоплавкий так что каждый контакт пропаивается очень хорошо вот так мы пропаяли вот эти вот микросхемы получается вот такая вот паечка отмывать мы их не будем создается пленка повторюсь и дальше пропаиваем остальные уже элементы вот эти вот температура на станции у нас выставлена 285 градусов когда появим вот такие вот элементы с толстыми ножками на массе сейчас мы добавим на станции температурку вот будет она у нас 312 градусов и вот уже пайка пошла хорошая то есть прогревается весь элемент вот как для этого мы увеличили температуру паяльника на паяльной станции температуру станции делаем опять на двести восемьдесят семь градусов я сделаю вот так пропаяли отдельные элементы еще так пропаиваем резистивные сборки также наносим наш чудо крем температура двести восемьдесят пять градусов и пропаиваем там где не хватает припоя подставляем свой вот таким вот образом смотрим чтобы все контакты пропаялись как следует вот так и также с этой стороны здесь уже кто-то делал эту этот щиток кто-то уже делал потому что процессор вот это снимали видно что снимали ну все равно он не работает где-то чуть поработал и все сейчас мы его собственно говоря тоже пропаяем сначала процессор как следует а затем будем уже пропаивать остальные процессоры давайте ну да здесь вот многие не припаяны то есть сделать то сделали а вот припаять уже как следует не получилось так вот мы каждую ножку пропаиваем этом процессоре этот припой для нас толстоват естественно мы берем припой 0 25 миллиметров вот такой асахи вот он 0 25 миллиметров внутри с канифолью там даже не канифоль чистая там флюс и вот таким тоненьким уже мы можем подставлять хоть каждую пропаивать с флюсом ирса можно смело паять ножки не боясь о том что они замкнут между собой то есть соплю здесь даже если попытаться не повесить температура 285 градусов припой легкоплавкий так вот смотрим как мы пропаяли процессор также флюс мы не смываем он создает защитную оболочку вот пропаянные ножки процессора нашего сейчас нам нужно нагреть вот этот процессор смыть с него весь лак и потом отпаять но для этого нам нужно защитить дисплеи берем алюминиевую фольгу и стараемся обернуть дисплеи вот так вот чтобы их не повредить вот один дисплей завернутый и второй дисплей также заворачиваем стараемся поплотнее завернуть чтобы туда не проникало тепло от фена сейчас мы его разогреем и помоем этот процессор температура температура на фене 385 градусов разогреваем процессор когда увидим что лак начинает растекаться берем вату ацетон и начинаем вот видите лак заблестел теперь мы берем ацетон вату и начинаем его отмывать вот смотрите когда погрели сразу отмылся очень хорошо если он остынет немножко процессор то есть стоит подогреть и опять помыть его от лака вот таким вот образом мы это все делаем для демонтажа элементов в частности процессора мы используем вот такой вот флюс называется он flux плюс производство сша наносим наш флюс на процессор и при нагреве процессор сам даже поднимается так и теперь греем нам надо его обязательно отпаять дисплей у нас закрыты фольгой так что бояться нечего что с ними что-то случится подсовываем под процессор зонт греем для отпайки такого процессора направляющую с пена лучше снять тонкую паять без направляющих вот мы его прогрели и теперь давайте возьмем его не берется он из-за того что он прилип видите к лаку поэтому он и не берется надо его чуть сдвинуть и потом уже вакуумной присоской его снять вот то что мы видим внизу все это нужно отмыть вот так вот мы вымыли площадочку под процессор вот она абсолютно чистая и сам процессор нам тоже нужно будет помыть посмотрите в каком он состоянии вот что творится все контакты сейчас мы нальем ацетон и отпустим его в ванночку и он весь лак отойдет и он будет у нас будет чистым абсолютно отпаивать будем сразу и второй процессор сейчас вот мы фольгу вот так вот завернем с этой стороны пружинки смотрите аккуратнее вот эти вот не вставить приборы будет потом вот смотрите вот так вот мы поджали и то же самое сейчас обернем фольгу динамик пищалку вот так вот чтобы тоже его не испортить и так же берем аккуратненько наш фен температура 380 градусов нагреваем процессор видим когда у нас начинает растекаться лак он начинает блестеть ярко вот видим что лак заблестел теперь берем палочку и отмываем все отмываем как следует пока процессор теплый пока лак расплавленный он оттирается очень хорошо вот так нам нужно оттереть опять же весь процессор все его стороны главное чтобы ножки блестели сейчас были оттерты чтобы нам демонтировать его без повреждений процессор а потом уже можно будет отмывать и сам процессор и уже все что там под ним находится куча куча лака со временем этот лак начинает пузыриться и поднимать процессор то есть отрывать прямо от платы от пайки именно поэтому и происходит все перестает работать приборная панель ножки у нас заблестели теперь берем флюкс плюс намазываем им чтобы быстрее и легче отпаять без перегрева контактов и платы флюкс плюс способствует быстрому демонтажу компонентов берем фен и начинаем греть также подсовываем зонт под процессор чтоб его немножко оторвать от платы поскольку он здорово приклеен и как только он двинулся берем присоску вакуумную и он у нас в руках еще один процессор мы отпаяли теперь пока не остыла площадка также берем и как следует все отсюда отмываем в принципе фольгу можно уже всю снять поскольку мы паять будем вручную не прилеплять процессор с помощью фена а будем каждый контакт пропаивать нашим припоем с содержанием серебра будет улучшен контакт и собственно говоря он эластичный лопаться не будет лак под процессором удален так что поднимать припой будет нечем вот так мы отмыли вторую площадочку это можно уже снять вот они целые остались индикаторы наши также берем эрсу и намазываем эрсой посадочное место уже второго процессора то же самое мы делаем с нашим третьим процессором также отрываем фольгу закрываем конденсаторы кварц все что может перегреться вот так вот и начинаем греть процессор температура осталась прежняя 385 градусов греем пока лак не станет блестящим вот лак заблестел теперь давайте его смоем перед тем как процессоры будете снимать обязательно сфотографируйте плату каким образом их потом устанавливать назад и также фотография пригодится потом чтобы вставить нам правильно лампочки подсветки и габаритов очищаем третий наш процессор ацетоном ацетон ацетон идеально очищает эти лаки всякие тем более профессиональные ацетон ацетон вот так легко все отмывается вот отмыли более-менее контакты у нас заблестели теперь мы также нанесем flux плюс и отпаяем этот процессор последний третий вводим зон под процессор обязательно чтобы его приподнять от лака он приклеен к плате лаком как следует прогреваем и вверх выдираем процессор берем вакуумный зажим и снимаем его вот это у нас третий процессор тоже самое сейчас все здесь вымоем подготовим к пайке и будем мыть процессоры сейчас берем оплетку и спокойно вычищаем контакты для последующей пайки вот так вот мы его почистим место для процессора и каждую ножку будем пропаивать как следует когда поставим процессор так у нас есть вот такая вот ванночка этот блок управления верхняя крышка сюда мы бросим наши процессоры и зальем ацетоном для того чтобы лак растворился и процессор стал чистым вот главное чтобы их скрыло так достаем наши абсолютно чистые процессоры вот они полежали лак весь смылся с них вот и давайте сейчас припаивать начнем с этого большого процессора и вставляем его вот так он у нас позиционируется флюс еще и не дает сползать процессору то есть еще и эту роль выполняет и поехали асахами паять пропаиваем каждую контактик как следует никуда не торопимся можно и волной прямо пройтись вот так вот но лучше каждый контакт как следует пропаять отдельно для большей уверенности вот так одна сторона у нас готова давайте вторую сторону пропаяем чуть прижмем так же ее и паяем вторую сторону здесь волной можно уже паять спокойно просто ведем и флюс не допустим дает нам растекаться припою попадает строго на ножку никуда более на какую не попало ту пропаиваем отдельно а так вот пожалуйста идеальная пайка с помощью хорошего припоя и соответственно хорошего плюса ну и последняя сторона там где кварт стоит мы также пропаиваем и флюс можно не смывать вот так у нас получилось такая вот пайка обратите внимание все аккуратненько и везде есть контакт так теперь позиционируем микросхему оки вот она у нас ну вот так я думаю нормально и так же прихватим в двух точках чтоб она не бегала у нас это микросхема теперь мы ее будем запаивать вот здесь вот очень неудобное место но мы пролезем везде здесь можно просто волной ее запаять берем просто и ведем здесь очень удобно волной и вот мы уже запаяли волной одну сторону так готово теперь давайте пройдемся волной по второй стороне дальше где трудодоступно также используем пайку волной берем и просто ведем важно чтобы был хороший контакт итак второй процессор у нас тоже готов тоже припаян на плату пайка получилась вот такая вот смотрим вот так все это запаяно каждая сторона пропаяна каждый контакт ну и теперь давайте самый трудный процессор самый многоногий тонконогий и так далее и так далее сейчас мы его позиционируем и будем припаиваться здесь надо быть очень аккуратным и внимательным потому что именно этот процессор очень плохо паяется и спозиционировать его достаточно сложно именно поэтому большинство людей не берутся паять этот процессор потому что это очень сложно берем эрсу наносим слой должен скрыть ножки ножки должны быть под слоем так теперь берем паяльник не боимся повесить сопли ничего страшного в этом нет если они будут снимаются это все очень легко работа здесь трудоемкая под каждой ножкой должен быть припой от этого зависит работа щитка приборов в целом и вот мы запаяли последний процессор очень тяжело он появится ввиду того что много ножек и расстояние между ножками минимально да еще и приходится паять внутри ну как видите все у нас получилось ставим на 4 чтобы не отломать резьбу и закручиваем так радиатор закрутили теперь берем плату с моторчиками и очень аккуратно вот этими пружинками должно попасть вот сюда вот в эти вот отверстия самое главное чтоб они не загнулись эти пружинки смотрим по направляющим так чтоб ровненько легла направляющие вот стоят вот это совместиться должно вот направляющие вот направляющие вот они все тогда точно у вас уже все мотор попадет и последняя вот здесь вот она самая такая неудобная ее надо попасть вот а теперь уже застегнуть ее защелкнуть вот все защелкнули и теперь можно закручивать полностью панель собирать все вот обратите внимание где на volvo стоит такие квадратики значит сюда мы их закручиваем крышка крепится вот на обычные без квадратиков итак мы починили щиток приборов от volvo xc 90 давайте пойдем поставим его в машину и проверим собственно говоря нашу работу так вот мы в автомобиле и тут приборов подключаем и теперь давайте включим зажигание проверим работоспособность нашего щитка так вот пожалуйста все работает то есть все загорается пробег и так далее и так далее давайте посмотрим каким образом у нас вообще работают ли стрелки все работает все отлично ремонт приборной панели автомобиля volvo xc 90 закончен всем всего самого наилучшего крепкого здоровья много клиентов и и удачи во всем и и и Продолжение следует...